Бывший экономист Международного валютного фонда Марк Доу на этой неделе закрыл шорт-позицию, которую, между прочим, открыл еще год назад, когда биткоин достигал 20 тысяч долларов. Но в это же время основатель известной инвестиционной компании, а также ведущейся NBC, Брайан Келли, наоборот, сменил тактику на шорты. Что для многих может показаться откровением, ведь Брайан известен тем, что выступает за покупку биткоина на долгосрочной основе. А знаете, что забавно, что некоторые инвесторы используют рекомендации аналитиков все NBC с точностью наоборот, поэтому на фоне такого заявления рассматривают открытие долгосрочных позиций. Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Каким же удивлением было для меня узреть рост биткоина на 20% за 3 дня после своего приезда домой. Что вообще происходит, ребята? Это мы сегодня и обсудим. Биткоин совершает какие-то бычьи телодвижения. Поговорим о причинах этих движений, о настроении рынка и попробуем разобраться, имеют ли эти позитивные шаги возможность трансформироваться в бычий рынок. Кстати, друзья, если вам нравится такого рода контент и вообще то, чем я занимаюсь на своем канале, почему бы не поставить лайк и не подписаться на этот же канал? Это поможет ему расти. Большое спасибо. Поехали. Во-первых, 18 ноября истекли фьючерсные биткоин-контракты на CBOE. Интересно заметить, что именно после этого биткоин стал расти. Возникает в голове теория, что люди, взяв во внимание истечение фьючерсных контрактов, вздохнули с облегчением, и поэтому игра на понижение немного сбавила обороты. Но теория эта не нашла аргументированной поддержки на рынке, потому что шорт-сквиза, ожидаемого многими, не произошло. Шорт-сквиза не произошло и тогда, когда биткоин преодолел отметку в 4000 долларов. В любом случае, если он случится, то биткоин сможет вырасти еще немножко. Но хочу обратить ваше внимание также и на странное поведение лангистов. Возможно, не имеет смысла вообще обращать на это внимание. Но, честно говоря, настроения шортистов и лангистов совершенно не говорят о том, что происходит памп биткоина. По крайней мере, мне точно не говорят. Но это не главная тема этого видео. Наша цель это Марк Доу. Профессиональный трейдер и биткоин-медведь закрыл короткие позиции по биткоину. Сегодня я говорю прощай биткоин-шортингу. Печаль. Прокомментировал он свой поступок. Если вы думаете, что это просто какая-то случайная история, вы ошибаетесь. Все это намного более серьезно, чем может показаться на первый взгляд. Бывший сотрудник Международного валютного фонда, а сейчас риск-менеджер в инвестиционной компании Фара Марк Доу, наконец-то закрыл свой большой шорт по биткоину. Трейдер решил закрыть короткую позицию, которую открыл ровно год назад, когда главная криптовалюта была на максимуме, чтобы зафиксировать прибыль. С меня хватит, говорит Марк. Я не хочу пытаться гнать эту вещь до нуля. Я не хочу пытаться выжать из этого лимона все соки. Я думать об этом не хочу. Похоже, время пришло. Подытожил он. В декабре 2017 года Марк открыл шорт-позицию, а в декабре 2018 закрыл ее. Если этот трейдер не крутой, то кто тогда крутой? А всем, кто не верит в эту историю, пожалуй, посвящается эта статья. Написано и опубликовано Марком 24 декабря 2017 года. Вы хотите шортить биткоин? Вот ваша инструкция. Это очень интересная работа, в которой Марк объяснил тему пузырей, о том, как их определить. Между делом он показал и пузыри на золоте, серебре, биржах NASDAQ и т.д. и т.п. А также сравнил все эти графики между собой. Кроме того, что весь этот труд сам по себе интересен, он также стал и пророческим. Поэтому Марк Доу это не какой-нибудь дилетант и аматор. Если вам нужен трейдер, который торгует разумно, уверенно и с хорошим результатом, то это Марк Доу. Исходя из этого, становится привлекательным рассматривать выход из шорт-позиции таким опытным трейдером, как сигнал другим инвесторам. Если подумать, то в принципе Марк выбрал достаточно неплохое время. Похоже, что и с таймингом у него все хорошо. Особенно если подумать о профите, который он за все это время получил. Но друзья, хочу напомнить вам. Вы никогда не должны становиться слишком жадными. Иногда лучше просто зафиксировать прибыль, а Марк за этот год фиксировался дважды. Кстати говоря, если вы хотите зафиксировать свои прибыли, вы можете воспользоваться моим мониторингом обменников. Мало того, что вы удобно, быстро и комфортно обменяете деньги, так еще и получите кэшбэк за вашу транзакцию. Об этом я, кстати, подробнее чуть-чуть позже расскажу. Как я этого добивался от обменников, сколько времени труда в это вложил. А пока переходите по ссылке в описании и пользуйтесь на здоровье. Короче, всем из вас, кто хочет улучшить свое видение рынка, добро пожаловать в эту статью. Ссылку на нее я оставлю в описании. Надеюсь, английский язык не станет вам проблемой. Зато вы научитесь зарабатывать на шортинге, то есть на падающем рынке. Также интересно проанализировать и эту статью. Биткоин на щупал дно. Не уверен, что это правда, но тем не менее. Марк Доу идеально закрывает шорт-позицию, а в это время Брайан Келли делает все наоборот. Кстати говоря, у себя на ТВ-канале CNBC он ведет программу Crypto Class, в которой сначала учил покупать Ripple за 2,5 доллара, а потом продавать его за 70 центов. Неплохая стратегия на самом деле. Первое. Покупай на хаях. Второе. Продавай на низах. Третье. Получай прибыль. И четвертый пункт. Повторить бесконечное количество раз, чтобы разбогатеть. О чем говорят эти наблюдения? Профессиональный инвестор закрывает шорт, а аматор открывает. Возможно, это просто совпадение, но с моей точки зрения эта ситуация может рассматриваться как сильный сигнал. А что сделаете вы? Пишите в комментариях. Но это еще не конец. Похоже, что фундаментальные основы криптовалюты очень неплохо себя чувствуют за кулисами. Bloomberg. У компании Tether есть миллиарды долларов, поддерживающие токен USDT. На самом деле, даже не вдаваясь в детальное прочтение этой статьи, я могу сразу сказать, она на 100% наличие этих денег не предполагает. Однако, новый банк, с которым Tether сотрудничает, отчитался о том, что на счету компании находится почти 2 миллиарда долларов. Я уже давно привык, что два раза за квартал вокруг Tether постоянно собираются какие-то паникеры. Хотя на этот раз уже сам банк подтверждает наличие фиатного обеспечения токенизированных долларов Tether. Кстати говоря, о фундаментальных составляющих. Спутники Blockstream теперь транслируют блокчейн биткоина по всему земному шару. Блокчейн-компания Blockstream анонсировала расширение покрытия спутников Blockstream Satellite и добавила поддержку Lightning транзакций. Проще говоря, данный сервис позволяет жителям Земли получить свободный доступ к сети биткоин, даже если они находятся в регионах, где отсутствует интернет. На данный момент только Антарктика и Гренландия находятся вне зоны покрытия этих спутников. А это значит, ребята, что теперь, даже выключив интернет, биткоин не убьешь. Ведь даже без доступа к глобальной паутине сеть биткоина всегда будет под рукой, если у вас есть этот маленький ресивер от Blockstream. Если это не круто, то тогда что? Спросите у Илона Маска. И последнее, но не менее значимое дело, которым я с вами займусь, это анализ цены биткоина. Есть ли у него еще место для роста? На самом деле, мне так не кажется. Индикатор RSI говорит нам о том, что мы уже находимся в зоне перекупленности. Значит ли это, что биткоин начнет падать? Нет, ни в коем случае. Цена может и продолжить расти. Но если какой-нибудь кит посмотрит и скажет, «Хмм, а меня удовлетворяет эта прибыль?» Вот тогда мы увидим падение цены. И это может случиться в любой момент. Это же все-таки биткоин. Технический анализ не управляет китами. Все это очень похоже на бычью ловушку, поэтому я не возьмусь утверждать, что это конец медвежьего рынка. Уровни, которые мы сейчас видим, недостаточно высоки. Да и то, что мы с первого раза не смогли осилить выход из этой чаши, тоже заставляет задуматься. Впрочем, давайте еще раз протестируем границы этой чаши и будем делать выводы. На протяжении трех дней это бычье движение выглядело достаточно устойчивым. RSI был выше, приближаясь к зоне перекупленности. В общем-то, сейчас мы уже в ней находимся. Поэтому я ожидаю ретест этой границы после недлительной консолидации. От результатов этого ретеста будут зависеть мои дальнейшие действия. Насчет того, является ли данная ситуация дном. Давайте переключимся на дневные свечи. На самом деле, типичное дно так не выглядит. Если вы уже успели за жизнь проанализировать кучу графиков, в том числе и графики биткоина, скорее всего, вам будет сложно назвать вот эту картину дном. Но повторюсь, это биткоин. Эта зараза может вычудить все, что угодно, абсолютно непредсказуемо. Но на данный момент все выглядит достаточно неплохо. Особенно, если подумать о фундаментальном анализе и о том, что Марк Доу закрыл очень продолжительную шорт-позицию. В целом, настроение на рынке все равно остается негативным. Множество майнеров отключает свои машинки, огромное число ICO просто исчезает. На самом деле, существует теория, что условия на рынке должны еще больше усугубиться и ухудшиться перед тем, как случится разворот. Я вообще-то небольшой фанат таких теорий, таких экстремальных теорий. Мне кажется, мы достаточно настрадались. Кто из вас сможет пережить еще один такой год? Вот, сомневаюсь, что кто-то вообще переживет. Скорее всего, я уже могу позволить себе дерзость, надеяться на разворот, думая о том, что случится в первых кварталах 2019 года. И опять же, не забывайте, что я не профессиональный финансовый аналитик. И все мои высказывания и мысли не стоит воспринимать как финансовый совет. Вы сами решаете, что вам делать и как распоряжаться своими финансами. И как бы я ни старался быть объективным, моя объективность заканчивается там, где я говорю, что мне нравится эта монета. А кому-то она не нравится. Все, объективности нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Не забывайте о моем телеграм-канале, где периодически выходят статьи, которых больше нигде нет. Поэтому, если есть желание, можете подписаться по ссылке в описании. Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте. Субтитры подогнал «Симон»